Он нашёл самый эффективный способ обшерстить всю чёрную одежду сразу! Какой находчивый кот! Тот факт, что я кот, вовсе не доказывает, что я кусал твой цветок. И, честно говоря, твои обвинения оскорбительны. Да, кот, нет никаких улик, вообще никаких улик в том, что ты кусал цветок. Мама открывает 10 тысяч вкладок и программ. Комп лагает. Мама! Видеоигры. Всё-таки 16 лет это не возраст для шуток со здоровьем. Конечно, не возраст. Любой возраст не возраст для шуток со здоровьем. Ухажёр! Когда-нибудь я уеду жить в Лондон. Взошло не то, что сажали, но нас и так устраивает. Крувосан? Кочка. Вы ничего не перепутали? Видимо, мой котик ещё не совсем разобрался, как сидят коты. Кто пишет, Жан-кот Ван-дамм. Зато в университете учусь. Будущий врач. Интересно, вискосом платить можно? Пришёл домой раньше обычного и увидел такую картину. Саня, у нас тут взрослый разговор, погуляй пока. Да кто опять накрошил на диван? И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасов с котиками. Поехали. А мне больно будет. В процессе нет, только когда будете оплачивать на кассе. Это, я так понимаю, стоматология. А меня тут нет, что ли? Мяу. Да заткнись ты уже. Ладно. Не надо так, ибо потом тапки будут полные молчания. Ну или мочания. Я сижу кушаю пирог. Кошка кушает корм из миски. Мама заходит на кухню. Всё жрёт и жрёт, жрёт и жрёт. Уже покупать не успеваем, а оно всё жрёт и жрёт, скотина. Я и кошка. Ммм, как же я хорош. Когда нужно дать таблетку коту? Открывай уже свою пасть. Когда мой кот косячит, я не ругаю его. Я просто отношу его к дочкам, которым 4 и 2 года. Вы попали на лапку в виде сердечка. Теперь ваш день заряжен стопроцентной удачей. Когда-нибудь я наберу сил и снова стану социально активным. Взрослые зомби в Майнкрафте. Маленькие зомби в Майнкрафте. Да, они супербыстрые. Это я ищу то, что надо. Ну, там, это самое. Ну, то, что мама попросила. У вас есть что-то покушать? Оказалось, на одну булочку больше. Олег, не ешь, подумай. Мам, я сейчас помою посуду. А как кушать? Кушать. Что скажете, мисс? Кажет чертом. Я просыпаюсь. Я... Пожалуйста, только не 7 утра. Только не 7 утра. Часы 10.33. Я... Зачем? Для чего? Твоё тело подскажет, что тебе нужно. Моё тело. Жри давай. Я сейчас. Поспал 15 часов и хочет ещё. Ненасильственное общение. Кот, завязывай. Ты любишь только кошек. Неправда, я и других животных люблю. Прикольно выглядят. Все ходят по врачам, пьют витамины и так далее. Доктор, к которому обращаюсь я. Бро, не волнуйся, я ща потрусь об тебя и всё пройдёт. Благодаря современным технологиям я смог наконец-то увидеть свою кошку. Спасибо. Стейк из капусты. Этот мир не спасти. Твоя задача простая. Попробуй найти кота. Так, давайте поищем. Можете поставить на паузу. О, я нашёл. Нифига себе. Прикольно он спрятался. Меня так прикалывает время от времени осознавать само существование кошки. Типа у тебя по дому реально ходит маленький зверёк на четырёх лапах? И с треугольными ушами. Приятный на ощупь. Издаёт звуки. Смешно умывается. Иногда дурацкий. С усами. Ловит мух. Придает жизни смысл. У моего друга кот Мейн-кун. Кто не знает, эта порода раза в два-три больше обычных котов. Повёз друг как-то кота к ветеринару на регулярный осмотр. Он его обычно без переноски возит, так как кот очень флегматичный. Только бы больно не делали и миски вовремя наполняли. А на машине на сиденье рядом с водителем. Ему даже нравится ездить. Приехали они в клинику, сели ждать своей очереди. Среди посетителей была девчонка с какой-то мелкой собачкой размером с таракана. Про таких ещё говорят 50% ярости плюс 50% страха. Вот и эта малявка, желая показать, что она на самом деле большая и страшная собака, облаивала всех присутствующих. И тут кот друга повернул голову и посмотрел на собачку. Просто посмотрел. Собака смолкла и все присутствующие увидели, как под ней позорно разливается лужа. Тёпленькая пошла. Люди, у которых дома живёт кот, такие. А-а-а. Я. Привет, кошенька любимая, сладкая моя булочка. Как ты тут была без меня целых два часа? Ты знаешь, что ты красотулька? Ты знаешь, что ты кошка-картошка? Давай я возьму тебя на ручки и посмотрим на тебя в зеркало. Кошка. Да это понятно, а шо по еде-то, блин, будет шо-то, не? Сегодня празднуется Международный день против диеты. Это мой праздник. Когда приехал на вечеринку, а твои друзья уже в мясо. Пацаны, пацаны, вы чё? Купи вонючку в машину. Ок. Нифига себе, реально вонючка. Что с ним? Опять увидел бездомное животное и грустит, что не может его забрать. О-о-о, я всегда так делаю. Ну, в смысле, грущу. Кот-паук. Кот-говнюк. Девочка. Какие красивые цветы, спасибо. Женщина. Капец, на эти деньги можно было мне коммуналку оплатить. Вы коров доите? Даю. Даю. Типичный работник после нескольких лет вышки. Было бы круто, если бы я умел считать. День труда. Никто не работает. Не знаю, я на первое мае работал. Мы ездили в гости к тёще, помогали там убирать, там по двору что-то делали. Э, ещё раз по сиденью ударишь, я тебе ноги в жомпу затолкаю, понял? Вот бы годам к тридцати все зубы выпадали и вырастали новые, здоровые, крепкие, суперкоренные зубы. И ещё позвоночник новый бы не помешал. Вот про позвоночник поддерживаю. Да и про зубы тоже. Ну что, как сходил? Психиатр сказал, что у меня хорошо развиты злобные доли мозга. Может, лобные? Нет. Я же обещал вам суп с котом. Пожалуйста, не надо. Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже. А о чём ты мечтаешь? Скажи спасибо, что я хотя бы на зарядку с утра встал. Всё, 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 я буду в лоток ходить. Ты чё, думаешь, я не подниму, что ли? Мне просто лень. Не ссы, тебя не съедят. Но это не точно. Эх, пушистик. Я смог пережить этот учебный год. Да, мам, я сам пойду на собеседование. Если я правильно помню мемы, это чел, который проводит собеседование, в смысле, а не ходит на них. Блин, опять на работе уснул, ё-моё. Кража средь бела дня. Мне кажется, кража вафелек не должна считаться кражей. У каждого должно быть право украсть одну вафельку. Лапки котика в ванной. Ляпута. Лёха, выпусти меня, чудо тут мокро. Ляпута. Секрет хоба раскрыт. А у меня тут это, вигвам. Настроение лежать с котиком на земле. Когда я прихожу домой, то всегда целую котика. Таков порядок, таков путь. Главное, что коробка. То чувство, когда накосячил и пытаешься исправить это. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Снег самая лучшая игрушка. Открыл маме банку, и она сказала, что я у неё сильный. Сделал с любовью. Подогрел пиццу. И приправы фирменные добавил. Занимаемся йогой с котиком. Малый повзрослел. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. И смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosg.ru. Регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик mimosg вконтакте. И читайте нашу солёную книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика, про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей, Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»